Есть существа, которые не едят, как говорят, манную кашу, в принципе, это кошки, мы, что вот прям, да, как можно решиться взять такое маленькое животное, вдруг оно начнет сейчас царапаться, вдруг оно начнет, я знаю, кстати, что народный любимец обзавелся котом в этом году, кстати, еще 15-й год. Нет, это не я обзавелся котом, обзавелся котом моя дочь, она садилась в машину и не успела закрыть дверь, вдруг к ней впрыгнуло рыжее существо, которое стало с ней разговаривать, и она мне позвонила, сказал, папа, можно? А что можно? Когда она и так знала, что можно. Что, моя рыба дорогая? Как назвали? Сэр Томас, он называется рыжий, наглый, какой-то перерабатывающий комбинат, он все время ест, или все время просит есть. Что, моя кисенька? А наглость важна вообще для работы по шоу-бизнесу, если мы про телевидение тоже говорим, как про составной шоу-бизнес? Это надо? Необходимо? Видишь, я думаю, что в некотором смысле наглость – это составная часть актерской профессии. Любого актера? Любого. Прошу, прошу пояснить. Но только составная часть. Что такое наглость вообще говоря? Это как бы преодоление неких комплексов. Есть люди, которые боятся качки, например, на море. Есть люди, аэрофобия, боятся влетать. Это надо как-то в себе преодолевать, батюшки мои. Деточка, мы разговариваем, дробь мой. Нельзя ли вас попросить, товарищи? Ну, продолжаем разговор. Короче говоря, думаю, что именно этому в том числе учат в театральных вузах. Это на самом деле, это очень… Ну, это страшно выходить из-за кулис в свет рампы. Это зажим определенный. И только с течением времени нарабатывается определенное чувство, определенное внутреннее состояние, которое позволяет тебе держаться раскованно. Заменим слово «наглость» на раскованность, на раскрепощенность. Но без этого не будет ничего. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.